Раки, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас на начало месяца, мои дорогие, это карта смерти. Карта смерти показывает, что завершение. Вам все-таки в начале, уже в середине месяца идет как обрубить что-то. Вам нужно что-то убрать из вашей жизни, уничтожать сами, потому что здесь как идут впустую. Может быть, для некоторых эта карта показывает, мужчины и женщины, одинокие раки, что вы проходите трансформацию. Вы за последнее время, может быть, прошли каких-то ситуаций, которые вам казались, что они не завершаются. Давайте посмотрим следующая карта, что показывает карта смерти. Это что касается для вас. Это касается четверка кубка. Это может быть, знаете, по трансформации показывает, что все-таки кто-то проходит каких-то чистки. Может быть, это касается мужчины и женщины. То, что в начале месяца почему-то показывает, что вы находитесь в депрессивной, пустотной состоянии. У вас нет желания чего-то решать. У вас нет желания чего-то сделать. У вас то состояние, когда вам ничего не хочется. Здесь как-то высшие силы вас поддерживает. Высшие силы вам дают возможности. Но почему-то вы не хотите этого видеть. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Королева кубков. Женщина. Это, если сказать про вас, то это ваше одиночество. Это ваша пустота на душе. Это ваше переживание. Это ваше эмоциональное состояние. Обращайте внимание. Вам все-таки нужно в начале месяца выйти из этого состояния. Мужчины, которые есть рядом с женщиной, которые в отношении, все-таки стоит обращать внимание, как она себя ведет. Вот именно ее эмоциональное состояние. Мужчины и женщины. Одинокие это ваше знание. Это ваши какие-то, знаете, даже то, что вы иногда себя чувствуете одинокие, все-таки вы мудрые. Да, вы это как бы воспринимаете. Но здесь нужно выйти вот в начале месяца, чтобы вы вышли из этих состояний, которые вы переживаете, которые вы думаете, что вы только можете быть одиноким. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта – это шестерка кубка. Знаете, вот шестерка кубка в середине месяца показывает носталгия, воспоминания о прошлых местах, о ваших вот детствах. Больше это, смотрите, женщины. Если вы находитесь в отношении с другим человеком, вот именно воспоминания прошлых отношений все-таки вам стоит убрать. Все-таки вам стоит от этого избавляться. Здесь почему-то показывает, что вроде бы даже все хорошо, вроде бы все закончилось, но почему-то находимся вот в пустота, да, пустота на душе, да, такое состояние, что вам ничего не хочется. Следующая карта для вас – карта «Двойка Пентакли». Если это сказать по поводу финансы, то на середине месяца мужчины и женщины постарайтесь сохранить свои финансы. Вот здесь вот нужно как-то что-то подождать, не спешить что-то сделать. Если касаются эти отношения и самих себя, то если вы будете находиться в этой состоянии, если вы сами не возьмете эту ситуацию, вы можете дойти до той состоянии, когда будет проблема по здоровью. Вот на это нужно и мужчины, и женщины обращать внимание. Постараться вот в начале месяца выйти из такой, знаете, показывает, как для вас это как депрессивное, да, вот не хочется ничего, не хочется работать, не хочется выйти куда-то, не хочется с кем-то разговаривать, как бы в одиночестве. Давайте посмотрим следующая карта – карта «Влюбленные». Карта «Влюбленные» показывает, что вам вот в середине месяца требуется больше общения, больше разговоров, больше с кем-то, да, себе возможности общаться, может даже знакомиться с новыми людьми. Не постараться, да, быть в той состоянии, когда вы не допускаете, вы не доверяете, вы не хотите ни с кем знакомиться. Здесь всё-таки сделать какой-то правильный выбор и правильное какое-то решение. Здесь нужно всё-таки сделать в середине месяца правильные шаги, которые, может быть, те, хочу сказать про женщину после расставания, может быть здесь новое знакомство, да, но почему-то показывает, что вы как бы это не будете себя, да, дать близко, да, с человеком знакомиться. Давайте посмотрим следующая карта. Это рыцарь жезлов. Даже то, что вы горите изнутри, даже то, что вы горите изнутри, под ногами, всё, вы должны бороться. Вы должны понимать, что в жизни есть какие-то уроки, да, в жизни есть какие-то испытания, но вы не должны отпускать руки. Если вы хотите быть счастливы, вы должны пройти эти перемены. Да, у вас в жизни происходит очень много, да, то взлёты, то падения, то взлёты, то падения. Но самое главное бороться, если вы хотите быть счастливы, не отпускать свои руки, показывать уже под конец месяца. Давайте посмотрим следующая карта. Пятёрка жезлов. Мужчины и женщины. Обращайте внимание, потому что могут быть, если это касается рабочих моментов, на работе могут быть каких-то, опять, понимать каких-то конфликтов, поэтому требуется от вас вот этого выбора и понять, где вы находитесь, на какой работе. Мужчины и женщины одинокие, здесь может касаться ваше внутреннее состояние. Вы сами с собой конфликтуете. У вас может быть, как мы всегда говорим, что два человека в вас живут. И здесь может быть то, что вы сами, да, с собой конфликтуете. Здесь для того, чтобы вы не находились вот в это депрессивное, пустотное, да, ничего не хочется, всё-таки нужно себя контролировать. Может быть, даже не выяснять ни с кем каких-то отношений или каких-то, может, ситуаций под конец. Это может быть рабочий тоже, финансовые какие-то вопросы. Давайте возьмём карту совета, что вам высшие силы советуют. Колесо фортуны. Знаете, вот на протяжении всего месяца фортуна на вашей стороне. Фортуна, да, даёт возможности начинания новых каких-то целей, какой-то успех, удачи. Но почему-то вы не хотите этого видеть. Мужчины и женщины, в отношении вы, не в отношении, всё-таки стоит брать новые от жизни. Всё-таки стоит на вам делать какой-то новый шаг в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.